Добрый день, сегодня анбоксинг, и это новая головоломка от компании Chia Mofanga под названием Six Spot Cube. Мы видим, что выпускается в черном пластике, в цветном пластике. Изобретателем числится Дэвид Питчер, он такой довольный, держит свое изобретение. Коробочка, ну как бюджетные коробки от компании Chia, очень похоже. Открываем, достаем, сначала посмотрим инструкцию, а потом уже головоломку. Инструкция новая, головоломка же, как бы новая. И мы видим здесь какие-то способы сборки, по-английски и по-китайски. То есть при желании можно будет собрать, если сами вдруг не догадаетесь как. Six Spot Cube Manual. Мой английский великолепен, я знаю. Откладываем инструкцию, откладываем коробочку, смотрим на головоломку. Видим здесь логотип Chia Mofanga, здесь Питчер, логотип Дэвида Питчера. Как Тони Фишер на своих кубах пишет, так вот Дэвид Питчер написал. И в чем же суть? Мы видим здесь кружки, кружки и понятно, что вращается это немножко, вот так. Ну и естественно самые догадливые давно уже поняли, что это ИВИ Куб. Да. То есть это модификация ИВИ Куба. Причем от той же компании Chia Mofanga. Еще одна головоломка с тем же механизмом. Лучше ли это? Если мы вспомним Рэдди Куб от компании Мою и Рэдди от компании Yuxin, который 8 Petals назывался, то там разительное отличие по качеству. То есть там и магниты добавили, и конструкцию изменили, и вращаться в разы лучше стало. Ну, если не дорабатывать маюшный. Владимир Кузнецов и на Рэдди от Мою первой рекорд ставил, и доволен вроде бы. Что же здесь? Здесь мы видим, что вот этот вот, как бы, глаз, да, заменен на круг. Если у ИВИ Кубика у нас как бы вращалась вот такая вот, получается, восьмая часть сферы, то у Киви Спота, ну, или Сикс Спота, ну, Спот давайте будем ее называть, здесь прям целый шар вращается, на котором вот так вот приделаны вот эти вот цветные кружки. Что мы сразу еще замечаем? Мы замечаем, что здесь есть подшипники. Постараюсь их показать. По вращению, вон они показываются. Что они дают? Они дают фиксацию. Есть ли еще какие-то отличия? Ну, конкретно в моей модели, немного другая расцветка. То есть, как бы, смысл белый-оранжево-синий такой же, но у ИВИ Кубика здесь, ну, нет физического угла. А у Спота и есть. Причем, если вспомнить промо-видео самого Дэвида Питчера, то там расцветка была другая, и она была такая же, как на ИВИ. Не знаю, будут ли гулять обе расцветки в продаже, либо будет только одна. Ну, не суть важна. То есть, если для того, чтобы скрамблить ИВИ Куб как с Кьюб, его нужно было взять белый-зеленый-оранжевый сторонами к себе, то с под можно взять белый-красный-зеленый, то есть как обычный с Кьюб, и скрамблить по скрамблу с Кьюба. По размеру это примерно одинаковые головоломки. Ну, есть небольшое подозрение, что Спот чуть больше. Замерять точно не буду, смысла как бы нет. У меня Color-версия, здесь логотипы напечатаны. На черно-белой версии, так же как у ИВИ, они будут приклеены. Ну, естественно, потому что это наклейки. Здесь все напечатано. Вращается, кстати, очень даже неплохо. Фиксация добавляет контроля. Единственное, что меня изначально смущало, так вот травмоопасные вот такие ухолки торчащие. Если мы посмотрим на ИВИ, тут как-то она все безопаснее выглядела. Тут как-то вот остро. Ну, а в сборках это не сильно влияет. Перемешаем. Посмотрим, что да как. На самом деле, я VG12 уже сделал. И она мало отличается от моих сборок на обычном ИВИ. Ну, это как повезется с Крамблом. Вот у нас наш 6-спот. Например, мы можем собрать вот так. Дальше вот так. Получить какую-то неприятную ситуацию. Ну, я резко собираю ИВИ, поэтому... Как-то вот так оно работает. Не смазывал. Просто где-то сборок 15 сделал. Возвращается хорошо. И причем данная головоломка может использоваться в дисциплине ИВИ Куб на соревнованиях по спидкубингу. ИВИ Куб это дополнительная дисциплина, в которой соревнуются уже достаточно давно спидкуберы разных стран. Поскольку механически это оба ИВИ Кубы, можно любое использовать для сборок. Ну, в общем, для тех, кто профессионально собирает ИВИ Куб, рекомендую попробовать. Возможно, вот эти вот некие преимущества по форме механизма, подшипников, в принципе, вышло как-то побыстрее станет у вас. И вот иногда вот эта вот сфера так немножко застревает и локапит. Ну, пару раз такое было, что не всегда, скажем так, до конца можно повернуть. Если поворачиваю до конца, то все нормально. Вот чуть не довернул, то она слегка локапит. Если мы возьмем ИВИ, тут просто оно тебя вынуждало довернуть дальше. А тут локапит. Ну, возможно, это от кривых рук. Кто знает. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok